22 декабря 1826 года. День основания мельничной обители. Дивеевская общинка жила по суровому уставу Саровского мужского монастыря. Для многих сестер это было очень тяжело. Они приходили к батюшке Серафиму в пустынь и жаловались на свою немощь. К примеру, сестры должны были вставать на молитву 24 раза в сутки, то есть каждый час, невзирая ни на день, ни на ночь. Кушали один раз, причем пища была очень скудная, тяжелые работы. Многие сестры не выдерживали. Они приходили к преподобному, к батюшке Серафиму и жаловались о том, что им тяжело. Тогда левиобильный старец просил Ксению Михайловну, чтобы она смягчила устав. Но Ксения Михайловна отказывалась, говоря о том, что уж как отец Пахомии, игумен, в Саровской пустыни начал, завел, так пусть и будет. Сам батюшка Серафим очень уважал Ксению Михайловну, называл ее «столпом духовным от земли до неба». Поэтому он решил больше не вмешиваться в дела общинки. Но как только он это помыслил, в 1825 году, однажды, пробираясь сквозь чащу Саровского леса, он увидел на пригорке Матерь Божию с двумя апостолами. И Царица Небесная, обращаясь к старцу, сказала ему «Зачем ты хочешь оставить заповедь рабы моей, Агафе, монахивне Александра? Ксению с сестрами ее оставь, а заповедь всей рабы моей не только не оставляй, но и под честь вполне исполнить ее, ибо по воле моей она дала тебе умную. Я укажу тебе другое место, тоже в селе Дивеево, и на нем устрою эту обетованную мною обитель мою». Богородица по именам назвала восемь сестер, которых надо взять в новую общинку. Сказала, как обнести это место канавкою и валом, где построить мельницу и храмы. «И дала Царица Небесная для новой обители устав, нигде до тех пор не существовавшей». Первая заповедь, чтобы пред образом Спасителя в вернем храме Рождества Христова всегда неугасимо горела свеча. В нижнем храме, в храме Рождества Богородицы, чтобы всегда пред образом Божьей Матери горела неугасимая лампада. В ниже, в нижней церкви, в храме Рождества Богородицы, должны были сестры постоянно читать неусыпаемую псалтирь. В воскресенье, перед литургией, неопустительно, в обители должен служиться параклес Божьей Матери на два клироса на распев. И батюшка Серафим говорил, что если эти заповеди будут сохранены, то никакие беды, никакие несчастья не грозят обители. А если эти заповеди будут нарушены, то без беды, беду наживете». С этого дня батюшка Серафим непрестанно трудился, готовил бревна для строительства мельницы. Ему помогали Дивеевские сестры. Первой постройкой в новой обители стала ветряная мельница-питательница. И назвали общинку отца Серафима мельничной. По духу отец Серафим не отделял мельничную общинку от Дивеевской. «Скажу тебе, радость моя, — говорил он одной из сестер, — я вас духовно породил и во всех телесных нуждах не оставлю. Я вас теперь избираю в сестры себе, а которые придут после меня, те будут дочери моей». Покровительницей обеих общин преподобный считал Божию Матерь. На том месте, где явилась Батюшка Богородица, из земли забил святой источник. И сегодня в нем исцеляются многие, ведь вода в нем обладает чудотворной силой. Продолжение следует...